здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас в таком необычном формате хотела сегодня записать видео как обычно на парковочке там хороший звук там хороший свет хорошая картинка но меня преследует молодой человек либо не очень молодой человек он администратор соответственно я заехала и он меня увидел и он припарковался рядом видимо смотрит чтобы я не зашла и не использовала стену бесплатненько как вот мне уже тут намекают что я должна аренду платить соответственно вот к нему подошел человек который здесь работает на тракторе мои дети очень любят смотреть спрашивать ну чё ты тут стоишь и вот он стоит безусловно к моей машине не подходит он не может этого сделать потому что это пересечение личного пространства но наверное думать что я тут выйду сейчас начну снимать и соответственно он меня что-то мне скажет нет не доставлю ему такого удовольствия сниму сегодня здесь здесь хороший звук тоже хороший свет в машине и поехали так гречка что сейчас я покажу вам другое упражнение которое я не планировала вам показывать хотела показать то что необходимо с фиксации делать но у меня одна рука занята я держу салфи палку и так упражнение упражнение очень простое на нос на крылья носа говорят что не позволит с возрастом носу разъезжаться делаться больше мы знаем что один из признаков возраста это как раз таки увеличение ушей увеличение носа вот такое упражнение фактически вы должны поджимать крылья носа и тянуть их как будто бы вниз а точнее тянуть вниз своих не будет у вас будет такое движение интуитивно происходить поэтому пока я рассказываю пожалуйста делать это упражнение чем больше тем лучше не забывайте также те что я уже показала упражнение с глазами я нахожу очень очень эффективным а и так гречка но сначала также хочу сказать что я сегодня совершенно не накрашена не накрашены ни брови не линин ничто ничто не накрашено именно потому что я сегодня дух парикмахеру я убеждена что парикмахер нужно вот ходить в таком естественном виде потому что он должен видеть мастер должен видеть как вы выглядите как вы выглядите скажем так натурально потому что это зависит сколько цвета он нанесет какой интенсивности какой подтон он сможет выбрать ориентируясь прежде всего на свой опыт работы с людьми моем случае не будет речить о выборе цвета речь скорее всего будет идти о том насколько интенсивными насколько частыми он сделает мне пряди, соответственно, чтобы я не выглядела белой-белой со своими осветленными прядями. Я думаю, что моему мастеру будет очень важно посмотреть на то, как же я выгляжу в натуральном, в натуральном виде. Поэтому я за то, чтобы ходить к парикмахеру без макияжа, так же, как я и за то, чтобы ходить для совершать какие-то покупки, хотите вы блузку, платье, все что угодно выбрать. Вот обычная прическа ваша и нет макияжа, потому что если то, что вы наденете на себя, украсит вас, вы это увидите, украсит вас, даже когда вы без макияжа, как я часто говорю, сработает эффект фотошопа, прежде всего, за счет цвета, скорее всего. Ну и опять же, вы увидите, что выглядите вы хорошо за счет кроя, и вы сможете всегда себе мысленно добавить, а если я еще накрашусь, вот если я еще более тщательно причесусь, соответственно, я буду вообще красавица-красавица, и таким образом мы, скорее всего, не ошибемся с выбором вещи. Хочу сказать, что я всегда с парикмахером схожу со своей расческой, я сама себе расчесываю волосы, потом, безусловно, парикмахер прочесывает мне волосы, но я думаю, что многие замечали, что когда парикмахер расчесывает нам волосы, он эти волосы нам дерет, и, соответственно, чтобы вот такого не получалось, чтобы мои три волосины, те, что есть, остались на месте, остались неповрежденные, я, соответственно, прохожусь прежде всего сама расческой. Итак, вчера был день рождения моего супруга, машина уехала, наверное, нужно человеку работать, и это хорошо, но я закончу уже здесь в машине. Итак, вчера был день рождения у моего мужа, и хочу сказать, что я вчера поела. Я не ела торт, как я и планировала, мне не захотелось, но я съела целых четыре куска пиццы. Могу сказать, что пицца показалась мне очень-очень вкусной, очень вкусной. Два куска первых. Вторые два куска, на самом деле, я съела, что называется, вдогонку, я уже не была голодной, я уже не чувствовала вкус так, как чувствую, но, скорее всего, сработал эффект, который часто с нами срабатывает. Ну, раз уж я разрешила себе покушать, раз уж я, что называется, сорвалась, то, в общем-то, я и доем все, что на тарелочке лежит, еще и у других заберу. Вот со мной с этими двумя кусками такая история произошла. Два куска пошли в удовольствие, я потрясающе ощущала вкус, я всем рекомендую, на самом деле, очистить свои вкусовые рецепторы вот такими разгрузочными днями, хотя бы несколько раз в год. Не зря существует пост, пост существует много-много столетий, это все не зря придумано, это все человечество выверяло веками. Теперь я в это верю, теперь, в общем-то, я по-другому ко всем этим вещам отношусь. Так вот, повторюсь, чтобы чувствовать вкус еды так, как ее нужно чувствовать, чтобы, опять же, понимать, когда мы насыщаемся, вот такие разгрузочные дни, такие посты несколько раз в год, они просто необходимы. Не чувствовала я потом чувства вины, нет, я совершенно осознанно взяла эти куски пиццы, насладилась ими и так далее, но я чувствовала огромную тяжесть в животе, ну, просто огромную тяжесть в животе. Более того, я была вынуждена в 10 часов вечера пойти заварить себе чай зеленый, обычно, как я делаю куркума, перец, немного корицы, потому что мне казалось, что я просто, ну, не усну, у меня вот тяжесть была в животе, и это было очень неприятное ощущение, я это ощущение не помнила по большому счету, как мне казалось, со времен беременности, когда все давит, дышать невозможно, и все, что ты съешь, даже пол чайной ложки, все это кажется прямо у тебя там разбухает. И вот вчера мне это ощущение посетило. Более того, я поймала себя на мысли, что такое ощущение вот такой полноты, скажем так, в желудке, оно было мне привычно много-много лет, то есть не только в период беременности, но и в период того времени, когда мне казалось, что я питаюсь сбалансированно, я даже несколько видео записала, когда меня зрители спрашивали, а как я на вы питаетесь, я с удовольствием рассказывала, как я питаюсь, и мне казалось, я правильно питаюсь, мне казалось, я хорошо питаюсь, так вот вот это ощущение такой тяжести, какой-то вот, ну такой плотности, оно было мне привычным, сейчас, безусловно, нет. Пиццу я эту съела, повторюсь, я убеждена, что на Новый год со мной эта история не произойдет, я совершенно четко остановлюсь, потому что я хочу спать хорошо, я хочу просыпаться бодро и весело. И, кстати, по поводу бодрости и веселости. Вчера у меня был очень сложный день, потому что у мужа был день рождения, а у среднего ребенка был в саду праздник, и это все означало, что прямо-таки вот нужно все делать быстро-быстро, одно за другим, и плюс, чтобы муж немного времени себе посвятил, обычно он гуляет с ребенком, вчера с ребенком гуляла я, я провела на улице 4 часа, и плюс день осложнялся тем, что Егор возвращался в час у меня, соответственно, нужно было еще обед приготовить, прямо-таки вот пришла, разулась, приготовила, сама посадила, руки помыла, сама побежала туда, торт забрала, ребенка забрала, на праздник отвела. Несмотря на все это, я к вечеру была, как мой муж любит говорить, бодрячком. И я часто говорю в своих видео, особенно про материнство, и раньше всегда упоминала, что я к вечеру вот просто раньше теряла концентрацию, я не могла на вещах каких-то сконцентрировать свое внимание. Даже дети что-то мне начинали говорить одновременно, я не могла вообще ничего услышать, потому что вот просто не могла следить за нитью разговора, настолько я уставала. Так вот, вчера я была на самом деле бодра, весела, несмотря на то, что день был очень эмоциональный. Я всегда плачу на детских концертах, потому что они очень меня умиляют. А вчера был последний концерт в саду, натальный, рождественский концерт у моего ребенка. И, безусловно, я, как всегда, прослезилась. Плюс сама тема всегда у таких концертов, это, безусловно, рождение маленького ребенка, маленького Иисуса, который пришел в этот мир. Это светлое событие, это радостное событие, это все очень конмовэнте, что называется, очень заставляет тебя переживать и чувствовать на самом деле, вот в эти несколько минут спектакля, чувствовать саму жизнь. Вот как это громко не звучало, но, тем не менее, на меня эти спектакли с детьми. Дети, безусловно, умиляют всегда. Теперь я смотрю, опять же, на них другими глазами. У меня у самой теперь трое детей. Дети, они просто прекрасны в своей непосредственности. Спектакль вчера мне очень понравился, получила огромнейшее удовольствие от его просмотра. Ну что ж, я должна спешить, я должна ехать к своему парикмахеру. Я, как любая женщина, очень волнуюсь и очень рада, что я еду сегодня к парикмахеру. Я связываю самые лучшие ожидания, свои надежды с тем, что от парикмахера я выйду более красивая, чем я туда зайду. Но мы знаем, женщины, что это, к сожалению, не всегда бывает. И, к сожалению, мы сможем оценить результаты того, что сделал нам мастер, насколько хорошо он поработал, либо насколько нехорошо он поработал. Только вот примерно через месяц, через полтора, если речь идет об окрашивании, только через этот период времени мы сможем понять, что с нашими волосами происходит. Всем желаю хорошего дня. Это была Яна Скворцова. Увидимся очень скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok